друзья всем привет минутка важной информации в наш московский филиал требуется специалисты по подбору автомобилей специалисты с опытом под роликом в описании будет анкета которую нужно заполнить если мало ли не разберетесь что и как как заполнить также будет электронная почта куда можно будет написать ну а сегодня друзья эксперт на день будут кроссоверы в бюджете миллион восемьсот видео будет нервная немножко с переживаниями в общем сами все увидите друзья также если у вас плохо работает youtube не грузится виснет что-то происходит у нас есть сообщество в кода мы также заливаем все наши видео переходите подписывайтесь также там вы можете задать любой вопрос по автоподбору а в ленте у нас разные новости закрытые автоподборы разовые осмотры в общем много всего переходите подписывайтесь ну а сейчас эксперт на день будет интересно хорошего вам просмотра погнали что мы сегодня смотрим хочется ford кугу до 2 миллионов и есть еще вариант hyundai creta я так понимаю кугу вот стоит которую нам хотелось но это не самый лучший вариант был самый но как бы хотелось тоже посмотреть из возможных но скорее всего это она как раз раз мы на площадке дилера и на выдаче куга единственная белая которая здесь была сейчас мы уточним это конечно но похоже похоже ее забрали вот такое бывает расстраиваться не нужно это не значит что это был лучший автомобиль вполне вероятно ничего хорошего в нем вообще нет я надеюсь что делать что пуш ну такое бывает вы отчеты какие-то делали по автомобилям да ну вот этот конкретно если это он то он был немножко ударен в переднее крыло у меня есть лучшие варианты ну как которые на мой взгляд лучший по отчетам а как там на самом деле я не знаю ясно мы можем конечно спросить только что не купили или нет она или нет нужно давайте конечно уточним раз уж мы здесь молодые люди простите пожалуйста вы только что купили ее да а вот мы по ней ехали ну что хорошая машина да да то есть вам повезло получается а модели что ее никто не забирает ну ладно мы приехали посмотреть ее тоже ну продано и слава богу как говорится ясно ладно спасибо большое ну собственно переживать не стоит точно участников выбирали каких-то нет частников я смотрел ну ничего не нашел на мой взгляд адекватного ладно давайте так мы сейчас смотрим то что есть то что выбрана вами да если если совсем там хлоп и прочее в процессе тогда ищем то есть открываем что-то похожее смотрим окреты какого года крыта 20 и 19 19 20 но в предыдущем кузове получается ну да нового кто там по-другому тайника до полный привод автомат там по 1 по моему полный 1 передний мне привод не принципиально мне даже лучше бы чтобы он был передний но просто обычно в переднем хуже комплектация хочется хорошую комплектацию относительно возможного но в первую очередь кажется состоянии и вопрос нужно почему белые все белые нравится по вот куди просто или белый или черный оси синяя будет хорошая но нет сам автор за все вы не совсем даже смотреть не хочется то есть белая черная ну как хорошо как бы не скажем что ограниченные сильные за то что белый черный если бы было наоборот там только синюю черно-белыми за это было бы словно это вот куга и крета вот в белых черных цветах заходит в остальных мне кажется какие то они совсем не симпатично если другие автомобили там понятно есть ну поэтому нет я сначала сам поездил немножко я сначала смотрел челклендер в третьем кузове рестайлинг хотелось но по цене по объявлениям вроде были интересные варианты по факту когда приезжал там ну даже я там не супер эксперт но видно что там печальный были случаи или цена не совсем как бы да по цену врут ну то есть плюс плюс 150 200 тысяч плюс 300 ты что-то делает кто-то ставит в продажу автомобилей серые салоны которых очень не существует наверное тоже приезжали я звонили не смотря по нормальным салоном ходил изначально то есть салонами я уже сталкивался такими неудачными и поэтому связываться не хотелось там по крайней мере по поводу подальше кредит сейчас привезут ребят если вы приехали смотреть машину ее нет и вам говорят подать из кредит сейчас машина приедет вот просто ноги в руки и бегом оттуда вообще без обсуждений без раздумий и прочего просто сразу оттуда убегаем потому что там этой машины нет если она есть она будет в ужаснейшем состоянии и даже если она будет хорошем состоянии она будет стоить настолько дороже что даже не представляете в два раза дороже чем стоит автомобиль все убрал чуть шершень какой-то не укусил шею прямо уже вот вот-вот-вот должен был в пицце и я спас не зря знаешь что мы с вами все ладно летелись поехали смотреть дальше да это когда была машина да 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 все хорошо все тогда вы сыграли мы за вами это автобус короче маршрута по кольцу просто полком на одном боку валяется вот они на выдачу в такси куда-то стоят у них даже царапины одинаковые на то и только что которые купили ребята что-то подобное было мельком заметил так николай я забыл спросить что нас пугает ну пугает который несъемные элементы как вообще не хотелось бы конечно мятая окрашенная а так небольшой окрас ну там типа крыло капот бампер это не критично все хорошо ну что начнем этот интереснейший день заглядываем везде смотрим абсолютно на все на белом автомобиле у нас очень хорошо будет видно лонжерон от начала до конца особенно вот на этой вот куги вот туда вот заглядываем к моторному щиту видим точечную сварку и она заводская это не может нас не радовать идем по лонжерону вот они складки деформации специальные при дтп которые складываются идем дальше смотрим сверху сбоку чтобы не было никаких складок никакой сварки доходим до усилителя и также смотрим усилитель все замечательно все прекрасно с этой стороны по крайней мере то что мы можем увидеть сверху мотор очень глубоко и заднюю стенку мы просто к сожалению не можем посмотреть на течь и прочее нужно либо зеркальце либо эндоскоп спереди здесь все достаточно хорошо но мотор помыть вообще подкапотка помыта видим дату на блоке 15 07 18 24 07 18 вот она это фара 26 07 18 и блок тоже расположение да у них заливной горловины все удобно через леечку и сама эта пробка то какая чудная микроскопического размера слушай ну насколько отсюда можно посмотреть все там хорошо мотор 2 и 5 h е это кстати лучший мотор который может быть у куги да и вообще вот у того поколения ford в тысячу раз лучше чем эко-буст и даже лучше чем дизель вы выбирали специально 2 и 5 да потому что надежно да единственный мотор который прямо можно не бояться не бояться каких-то болячек врожденных например как искать с эко-бустом что ты можешь стрелять в любой момент или с дизелем ну тоже он не самый лучший как бы много нареканий хочется надежности но коробка здесь не надежнее вы это знаете ну 6f 35 в ресурс в районе 250 там это можно нет ресурса у кого-то начинала пинаться сновья и с этим смирились люди как бы просто ездили множество проблем чуть позже расскажу про них также коробка ставилась там большое большое количество моделей ford как бы и к сожалению нигде себя хорошо не показала как и на мандео кто-то ездит типа горе не знает меняет масло раз 30 50 тысяч километров а кто-то вот сегодня ехал даже пнуть не успел и она развалилась то есть без каких-то причин да какие-то вот были небольшие перепины в как-то я читал форму еще когда-то команды его вышел там через год через два с этим с этим автоматом из мотором кстати 2 и 5 говорили что из-за того что на наш рынок задушен двигатель до 150 сил типа из-за этого есть какие-то проблемы с карабасом за границей якобы и прошивают и тогда и становится якобы легче но статистика ну знаете как вы давайте возьмем 10 берем 10 этих коробок и 56 с ними в пароль с кто это на каких пробегах да нет такого пробега за 150 100 150 не 250 не 250 это просто что было понимание а что она ремонтируется или только и ремонтируется конечно же ремонтируется 200 тысяч рублей плюс плюс минус 200 тысяч рублей ремонт ремонт коробки это тот же самый автомат это очень ободряющая информация крузах на всем этом это 6 f35 это 6t35 коробка джем они просто чуть-чуть модернизировали и поставили себе в общем-то много проблем точно надо в тумбочке 200 тысяч держать ну мы сейчас просто напугаем вас да но чтобы было представление что это может случиться большому сожалению продиагностировать ее прям вот взять подключиться посмотрите все прочее может ничего не показать скажем так прокатиться прокатиться просто здесь по территории какое-то время покататься тоже может показаться что все хорошо понимаете постоите в пробке где-то газку поддадите и может все печально быть по факту тут нужно посмотреть масло посмотреть если в нем пудра а там уже может быть даже не пудра стружка она забивает масляный насос оттуда целая куча проблем человек который продает он тоже навряд ли точно знает или он мог бы почувствовать человек который продает мог уже ездить на ней и пинаться 1050 и вот подошло ее время. У кого-то она сновья пинает, просто типа это нормально. Драйв, реверс, удар туда, удар сюда, не сильный и мы катаемся. Когда начинаются хрусты там, скрежет какой-то, это уже все, прям механической части плохо. Тут и с гидроблоком и там много чего, просто чтобы было понимание, что с этой коробкой это может случиться. Смотрим дальше, видим кронштейны надписи Ford, здесь также все хорошо, сама стрела лонжерона выглядит у нас прекрасно, ну а сам лонжерон левый посмотреть очень трудно, можем посмотреть только усилитель, вот здесь продолжение само, это именно сверху я имею ввиду очень трудно, потому что здесь у нас и блок предохранителей, и аккум, и фильтр, все здесь. Замена масла была в двадцать четвертом году в июне месяце на пробеге восемьдесят одна тысяча, обязательно отрываем верхнюю. Перед этим была в двадцать втором году на шестидесяти пяти, в том же месте была замена масла. Очень часто верхнюю отрываем, а внизу плюс пятьдесят, плюс семьдесят пробега. Обязательно загнули к стакану, посмотрели, чтобы не было никаких следов ремонта, сварки, шпаклевки, вмятин, складок. Вот сюда заглянули, да, крыло с каким-то мусором внутри. Видим, что крыло у нас срывалось, но стоит Ford. Изнутри прокрашено, крыло снимали, красили. Напихали сюда этого полиэтилена. Капот стоит родной, вот здесь мы видим, его натерло резинкой. Это нормально для него. С левой стороны петля крутилась, от самого капота была регулировка. Возможно, как раз при замене этого крыла. Плюс также болячка штатная, можно сказать, этой коробки. Втулки разбивает, дифференциал сжирает зубья. Там много чего, в общем. Сейчас напугаю, скажете, не надо. Я просто говорю, что случалось с ней, что может быть. Коллектор у нас 18 год, пятый месяц. Так, даты по кругу сверили, чтобы никуда здесь удар не залетал какой-то скрытый. Опору, возможно, поменяли. Так, смотрим крепление к кузову петли. Вот она здесь. Сверху мы видим. И к самой двери. Не снималось, ничего не было. Сама дверь немножко начинает ржаветь вот здесь изнутри. Вот там за резинкой ее съедает уже. Прям сыпется. Здесь, в отличие от передней двери, петля крепится изнутри. Ну, к самой двери смотрим также болты. Резинка натерла. На секунду подумал, знаешь, как будто бы перепыл какой-то. Но нет, это просто резинка натерла. Здесь вот за герметиком. Не буду сейчас ковырять. Прямо из-под краски. Вот она везде лезет. По всей длине. На белом это будет очень хорошо видно. Все вот эти пузыри везде. Ну, к большому сожалению, это их беда. Затирает опору. Да, там грязь собирается и натирает опластик. То же самое и с задней дверью. Пузыри везде. Так, крышку снимали. Здесь видно у нас и невооруженным глазом. Да, здесь мы находимся. К сожалению, здесь мы к корыту не долезем. Форт очень хитро сделан. Здесь тоже бывает натирает. Здесь все нормально. Здесь также все отлично. Фордовская фишка, нет крышечек. Просто через клапан. С правой стороны живой порог. Здесь все хорошо. Этой двери тоже повезло. Ну, здесь точно так же. Вот она заржавела. Смотрим ручки обязательно, чтобы они не выкручивались, не снимались. Просто так ручки никто не снимает. Смотрим потолок, чтобы не было следов. Никаких складок нигде. Сейчас дай-ка я на всякий случай здесь посмотрю. Ничего такого здесь не произошло. Наш герметик настолько высох, что просто сыпется. Видим значок форт. Как и сказал, с левой стороны мы видим срывалось. С правой стороны все в порядке. Это была регулировка. Шпаклевка или просто два слоя? Мне кажется, это бушное крыло просто стоит. В цвет типа? Так они внутри покрасены, нет? Бушные какого цвета? Бесцветные бушные? Нет, согласен. Я понял. Я просто внутренне заглянул. Или они, ты думаешь, с полкой покрасили? Да, а так оно снималось. Ты же видишь, что его открутили, покрасили с полкой. И вот эта тоже, вот она блинчит. А, вот я думаю, откуда звук, думаю, сначала отсюда. Там, возможно, она где-то не затянута. Не защелкнута. А там вообще клипсы нет. Да, там нет клипсы. Она сломанная была. Вот отсюда, если посмотреть, там отверстие просто. Камера не поймает. Что там? И клипсы самой там нет. Поэтому отсюда видно, да, Игорь оттопырил. И бринчит. Ну, до 300 крыло бьется. Смотри на задней правой. Снизу целый. Посмотри вот здесь, какой выглядит. Видишь? Кусочек даже загнулся, что оборвало его. А под герметиком ржавчиной кто-то это подмазал. Сам пластик мог натереть. Крышку из-за этого ее перекрасили. Здесь же два пластика. И эта пластика, и эта. И нижняя пластика, да. Шпатлевки нету там, да? Нет, нигде нету. Крыло два слоя краски, крышка багажника два слоя краски. Остальное все в полном порядке, не считая того, что изнутри пошла коррозия. Если вы вот с этого места... Закрой дверь, Игорян. Посмотрите, оно немножко желтеет. То есть капот, стойка, дверь немножко другого цвета, чем крыло. Как бы белее. Наверное через камеру еще больше будет видно, а возможно вообще не будет этого видно. Никуда внутрь, до полки нигде не долетело. Капот остался родной. Это наверняка просто. Сама стрела, все усилители, все кронштейны, это все родное. Без ремонта. За этим пакетом мы видим также белое крыло везде. Если оно и бушное с разборки, то было куплено тоже белым. Также вот здесь заглянуть мы видим белое крыло полностью. Никто не будет прокрашивать там синее, красное, зеленое, серебристое. Изнутри целиком никто не будет красить. По крайней мере 99% ремонтников этого не будет делать. Все, никуда нигде не долетело. То есть по кузову ничего ужасного нет. Никакого там ДТП какого-то сильного, его просто нет. Крышку багажника вполне вероятно, это даже не стукнули, а просто она начинала облазить. Подкрашивали. Да, ее покрасили, где пластик облизал. Все, запускаем? Смотрим дальше? Да. Если сравнивать Кугу с Кретой, это вообще два разных автомобиля. Это в 100 раз круче. То есть и класс выше, и машина интереснее. Конечно, я согласен. Если с Кретой выбирать, я знаю Кугу. Но если обслуживать и ремонтировать Крету, это дешевле, конечно. Сильно дешевле. Здесь только коробка. То есть в этом автомобиле больное место только коробка. И то сейчас, кто ездит на этих Кугах и не ремонтировал коробку, скажет, что это ерунда все. Но это не так. Пока не случится. Да, но это не так. И будут говорить, что ерунда, пока не случится. Нет. Подклинивает клапан масляного насоса бывает из-за задиров. То есть много. Вот сама коробка вся целиком, кроме колокола самого корпуса, не очень хорошая. Но мотор хороший. Если брать дизель, там у них робот был. Механика и робот. На 2,5 я за надежностью не остановился. Да, но мотор прекрасный. Ставился в Симакс, ставился в американские версии Форда, там Эйдж. Мне просто про коробку вот такая информация не попадалась. Вот пока сейчас стоите, смотрим, просто забейте. 6F35. Не, я вам верю. Не, не. И просто зайдите куда-нибудь там на драйв, еще куда-то. Просто почитайте. Большинство людей, кто ездит на таких автомобилях с этой коробкой. Ну это лотерея получается. То есть все равно. Там нет такого повезет, не повезет. Вопрос сколько она проедет. То есть она больная. Нет, она больная. То есть если возьмем там допустим Camry 40, давайте в дебри туда. На моторе 2,4 коробка уедет очень далеко. На моторе 3,5 в два раза меньше. Берем Camry, давайте перепрыгнем 70-ку. У них уже стал, например, на 2 литрах стоит вариатор. Ну понятно. Плюс-минус 200, 250 тысяч умирает вариатор. То есть с этой коробкой рано или поздно встрянут все. Кто отъездил до сотки, успел ее слить и ничего не сделал, скажет, что прекрасная автомобиль. Вот это пробеги 200, там 200 с лишним. Это скорее всего они уже с коробкой что-то делают. Какие-то уже отремонтированные, да. Вопрос как? Ведь могут отремонтировать просто, чтобы продать куда-то доехала она. Как и с мотором. Вот мне тут довелось пару месяцев назад видеть ремонт двигателя, где под вкладыши положили наждачную бумагу. А знаешь, почему так выкручивался херово? Да, то же самое, бумага. Вот она. Красотища да и только. Наждачку подложили. В натуре. В ждачку, да? В ждачку, да. В прикинь? Что мне проскользнуло, Серег? 2000-я шкурочка, прикинь? Да, но она... Покажи с другой стороны, что в 2000-е. Ну, я так предполагаю, по фракции похоже на 2000-е. Или 1000-е, или 2000-е. Ну, тебе пригодится? Мне? Шлифони как раз сейчас. Я им как раз их пропоную с этим всем делом. Так, второй момент. Представляете, чтобы не проскальзывал. Просто наждачную бумагу под вкладыш положили. Вот мы разбирали его с Серегой. И я просто... Я такого не видел лет 10. Нет, какие 10? Лет 15 таких ремонтов. Ошибка потеря связи с ЭБС. И ошибка шинопередач. Выключена. Просадка напряжения, скорее всего. Ничего ужасного в этом не вижу. Тут, на самом деле, очень сильный пинок на R. В общем, с такой задержкой, бам. То есть, вот я перевожу R. И он, да, спустя 3 секунды примерно удар. Тут, на самом деле, много чего не посмотришь. Тоже автомобиль кондовый, скажем так. Простой, старый. Ну, ошибки ни разу не стирались. По крайней мере, больше 65535 км. Ошибок нет, Мак? Нету? По коробке тоже нету? Только потеря связи с блоком. Ну, это прекрасно. Очень частая ошибка P0741. Это ошибка по давлению, когда втулку как раз разбивает. Ну, как бы беда-беда. По комфорту по езде, по прочему, Kuga прекрасна. И предыдущая, кстати, тоже мне очень нравилась. Их было у нас очень мало продано, к сожалению. Так, ошибок нет, ничего нет, все в порядке по диагностике. Надо прокатиться, наверное. Да. Туда-сюда погонять ее. Ого! Угу. Вот так она содрогается? При валидинамичном разводе меньше. Ну, даже давление, скорее всего, выше. Да, да. Пинается коробка. Пинается, да? Да. По-другому никак. В отчете видно, что заезжал в автосервис человек перед сдачей за пару тысяч километров. Возможно, ему сказали, что она подходит. Может быть. И он ее сдал. Найти бы телефон, позвонить, спросить. Она прям. Пинает сильно? Николай, вы почувствовали пинает? Да, пинает. Ну, в оправдании этой коробки они большинство вот так вот себя ведут. Ну, ладно, пинки такие. Понятно, это даже неприятно при повседневной езде. Ну, если это еще скоро и вообще… Я рассказал просто правду. Что может ожидать? Она просто пинается заметно даже без рассказов. Все хорошо. Все хорошо. Там не то, что там это ненадуманно. Это очень… То есть не то, что я поселил мысль эту, и вы теперь ловите. Это все… Не только я. Все хорошо. Как будто сцепление бросаешь, и она как бы тебя это самое подталкивает. Есть такая беда у нее. И вот так вот не определить, что. То есть вскрываешь, смотришь. И самое главное – вовремя вскрыть. То есть можно же уничтожить вообще все. То есть ездить дальше на ней вот с этими пинками, рывками. Потом будет хуже и дороже. Дороже и дороже и дороже. То есть это… Что мы ремонтируем? Да. Полностью все потроха, либо какую-то часть. Ну, за такую сумму уже вот эту машину не хочется брать, ехать сразу в сервис и начинать заниматься коробкой. Ну, как бы… Может быть и не сразу ехать в сервис, но придется. Просто как будто бы я жути нагнал. Я ее нагнал, но по факту. Нет. Понимаете? В плане пинков? Все. Все, все, все. Оно просто… Очень заметно. Я с вами не катался, поэтому не чувствовал, раз все почувствовали. И продавец в том числе, правильно? Даже ты продавец. Я спарю. Хорошо. Продолжение следует... 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 По трассе ездил... Похоже на то, поэтому стекло так выглядит... Фары тоже из зеркала... Аналогично... Вот они у нас все... Белесые... Причем это пытались заполировать... От этого может быть только хуже... Пасты позабивали... Туда вполировали... Под ручечкой, видишь... Не долезли... От ногтей здесь все... Кажется они и не собирались... А дорезать не собирались... Да, да... Пасты везде... Сигуха целая... Так, обязательно лючок открываем... Чтобы заглянуть... Вот смотрите, лючок открыли... И видим на пыл здесь у нас... Вот прям... Ограничено здесь... И везде налетел... А здесь даже... Нет, полировка... Подумал, даже грунт... Это полировка... Везде за оптикой... За фонарями белые... И вот он на пыл сюда уходит... Переход примерно здесь... Знандер не поймает его... Ну есть чуть ли... Давай-ка мы сюда закрянем на всякий случай... Подушка на месте... Подушка... Родная... Ну здесь также видим на пыл и переход... Ну это заводская... Да? Это заводская... Это внутренняя часть... Именно так она и выглядит... Крыто простенький автомобиль... Уже здесь не укрыто... Ни пластиком, ничем... Обязательно поднимаем... А... Здесь у нас... Собака здесь жила... Похоже на то... Так... Обязательно поднимаем... Смотрим заднюю панель... Все... С панелью все в порядке... Поднимаем пенал... Противооткаты... Жилетку... И заглядываем за колесо... И... Обязательно подняли... Заглянули... Чтобы здесь у нас не было складок... Никаких ремонтов... Мы видим здесь у нас саморез... И... Рублика он лежит... Обратно сложили... Пытались его очистить... Видно даже следы от пылесоса... Или от щетки чем-то терли... Но... Не совсем получилось... Собаку возили похоже... Николай... Ну это тоже... Не самое страшное... Я тоже собаку буду возить... Все, понял... Я этим и не пугаю... Просто... Ну говорю, что такое есть... И полировали... И чистили... И мыли... Но... Блин... Рабочая машина... Просто... Рабочая машина... Какие-то резинки... Лобовик... 20-го года... 20... 20... 20... 20... 20... Да... Вот он переход... Под резинкой... Ну-ка пробей... А здесь как-то уголку повезло... Смотри... Вот сюда... Видишь... Где нашпаклевано... Кусочек... Треснул... Его вздуло... Понимаешь... Там походу уже коррозия лезет... Либо... Либо треснул... Да... Вот это одно место и есть... В общем... Николай... Смотрите... Окрас... Двери... Окрас крыла... И они уже полезли немножко... И на... Двери уже вмятина есть... Либо они ее не доделали... Либо уже позже... Здесь начинает скрываться... Лена шпаклевана вот здесь немножко... Ну как бы ерунда... Как бы ерунда... Но она потащит за собой... Опять же не сильно... Чем грозит переделкой... В будущем... Или вот здесь вот... Тоже где ремонт... Производили... Вот она здесь... Я не буду ковырять... Сейчас могу... Отломать... Да, конечно... И причем туда глубоко... Пример размером будет... Такой... С квадратный сантиметр... А шпаклевки... Там много вообще? Ну-ка пробей... До тысячи... То есть до миллиметра... Ох... чуть больше... Полторы... Вот это вот... Полтора миллиметра... Собственно где все это и происходит... И здесь... Пробей вот эту часть... Ну здесь до миллиметра... Да... Супер чего-то страшного в этом нет... Но тут решать вам... Пугать или нет... Мне больше не нравится что салон такой вот... Зачуханный... Но опять же это чисто мое мнение... И на него как бы равняться не стоит... Если вас устраивает... И так же будете возить там например... Собаку или что-то подобное... Да... Уже зато не жалко... Когда салон зачухал... Уже можно... Нет... Его нужно просто переделать... И сделать более аккуратным... А... Там насколько это можно... Почистить? Да конечно... Если присмотритесь... Вы издалека не видите... Я вижу... Ну ковры вот... Ковры бог с ними... Их снял выкинул... Сам ковролин... В него въелась грязь... Она въелась... Да... Они сверху вот попылесосили... И ничего не делали... Все это можно убрать... Если нужно я подскажу... Куда приехать... Она как рабочая машина использовалась... Раз она в лизинге... Тут никто о ней как будто бы не заботился... Потолок... Не сказать что бы грязный... Потолок немножко... Побит местами... Ну что-то крупное... Перевозили... Грузили... Да... Ну опять же... Какого-то сквозного пробоя... Или большой царапины... Ее здесь нет... Ну и вот она такая кожа... Как в мерседесах... Которая рвется... И там бинтик остается... Подкладка... Но пока все живое... Все хорошо... Да нет конечно... Натуральная или нет... Нет... Ну понятно... Но живая... Еще не время ей... Хоть пробег и сотка... Но так как машина свежая... Она выдержала... Такое чувство... Что грязь стояла... Где эти... Вот... Как будто бы... Первый раз ее помыли... Вот сейчас здесь... Когда ее сюда сдали... И они здесь помыли... Как могли... Дверь не царапина... А эта дверь не царапина... Сейчас в темноте... Этого не особо видно... На камере... Но к сожалению... Все это вот... Так выглядит... В порядок ее можно привести... Будет в разы лучше... Просто вот... В разы... Именно хорошенечко... Помыть... Да... И вот здесь притерпит... Тоже да... Она спрятана... Сейчас здесь в темноте... Плохо это видно... Я думал... Нет... Нет... Она уже... Вот это? Да... Это кто-то пытался... Что-то очистить здесь... Ну... Понимаете... Но вот здесь она даже подкрашена... Да... То есть здесь чем-то... И пытались закрасить черный цвет... И здесь... Видел какая-то... И вот она большая... Через весь бок идет... С фаркопом... Как бы ужаса никакого нет... Да... Была притерта... Сегодня отремонтировали... Она полежала опять... Да... То есть... Ну... Пока ничего не вижу такого... Совсем... Чтобы отказаться... Чтобы отказаться... Если хорошая коробка и двигатель... Да... Чтобы отказаться... Пока ничего нет... Это... Если вот это не смущает... Если не смущает грязный салон... При этих... Сашек нашему... Запишитесь только... Ну... Делает полную красоту... Если смущаться... Ну... Как и другие деньги... Смущаются... Ну... Если говорить про полный привод... И 2 литра... Наверное, да... Ну... Белый мы будем смотреть чуть попроще... Он, наверное, стоит и стоит... Когда смотреть... У нас мы его выбрали... Правильно? Хотя бы... Представление иметь... Да... Большого блюса... В этой коже-то нет... Да... Именно если по салону брать... Смотрите... Про лобовое стекло... Ну... Оно со сколами, да? Ну... Оно со сколами... Нет... Вот сюда, если встать... Вот сюда... Вот... Очень хорошо видно... Новое стекло... Это не грязь... Нет, это не грязь... Это оно уже... Вытортое все... Я говорю... В дождливую погоду... Будет плохо... И в солнечную... Сильно в яркую... Размываться будет... Но в дождливую... Вечером вообще кошмар... Поэтому плюс лобового стекла с подогревом... Есть... Но его скоро придется поменять... Тут больше, что полный привод... Что... Климат... И безопасности больше... Подушек тех же... Принят... Это да... Сейчас подключимся... Посмотрим, что как... Ооо... Ну куда-ка я открою капот... Ты тоже услышал сразу, да? Я... Да... Двухлитровая красота... Зашумела... Давай быстренько залезем... Сейчас мы быстрый эндоскоп сделаем... Ну у меня ж такой двигатель... У меня до 120 доехал... Ну вот видите как... А как долго он стучал, пока ехал до этого времени? Просто у нее первое ТО на 19 тысяч было... Вообще... Ровненько все было... Да? И масло не подъедал? То есть... Нет... Потом... Ну начал уже ближе к этому... Ну так вот... До 200 наверное... Вообще я ничего не замечал... Без проблем был вообще... Хорошо... Обслуживали... Часто меняли масло... Здесь вон первое ТО... 19 тысяч проехали люди... Ну... То есть раз 20 тысяч меняли масло допустим... Мажина-то рабочая была... Ну и пофигу... Судя как выглядит в салоне... Я говорю... К сожалению... Камера не передаст это... Судя по тому... Как она выглядит... Никто не заморачивался здесь... Нету куска зеркала... Бывает такое, что может такое пропустить... Вот сейчас я как бы взгляд кинул... И увидел это... Что кусочек отломан... Да... Вот не заметил бы... Вы бы купили... А потом сказали... Здравствуйте... Зеркало-то... Разбито... Ты включал подогревы... Горячее зеркало... Так здесь тоже обогрев лобового стекла... Слева есть от руля кнопка... Вот... Где ЕСП и так далее... Там... Да-да-да... Да я вижу по нитям... Я понимаю... Что есть обогрев лобового стекла... Вот так вот... Сходу сказать... Подойдя просто снаружи на две машины... Белая выглядит живее... Вот просто... Лучше выглядит... Хотя пробивка у нее побольше... По-моему... Да... На 15000... 115 у нее? По-моему... Что-то уголек... Да не вообще все хорошо выглядит... Ну вот тут есть... По-моему... По-моему... Ну... Не-не-не... Без криминала... Это вот... Тоже со Спортажом сравнить... Все-таки есть... Хон везде все прикрывает... Ну... Не знаю... Да ну это ерунда... Но к этому можно придраться... У нас 100 пробега нет... Вот тут... Нет... Так свет падает... 80 тысяч пробег... Ну вот без скидок... Да... Миллион 835... Правильно я говорю? Ну да... Просто... Мелко... Миллион 835... Да... Пробег 80... Не... Не 100 с лишним... Не... Ну она выглядит живее в разы... Просто в разы... Тут есть чуть-чуть риса... Не сильно... Да не здесь все перекрыто... Да... Немножко он там начертил... Тут есть чуть-чуть совсем... Так... Где свеча старенькая... Пожилая... Скажем так... Работала... А вот там... И нагар... Видишь... Присутствует... Вокруг свечи... И на клапанах... А что... Одна только плохая свеча? Не-не... Все... Все одинаково старые... Одинаково плохие... Вот это вот... Да... Как будто кажется... У них он перекрыло... Не-не... Нормально... Какая-то серая зона получилась... Да-да-да... Как будто свет так падает... Видишь... Кажется как будто он весь задран... Не... Потерто слегка... Как бы ничего страшного... Нет... Порш не чистый... Можно сказать... На пробеге 100... 100 ровно... Все достаточно неплохо... Да... Хоть в пробег и не верится... Но опять же... Все зависит от... Человека... Кто ездил за рулем... И вот в момент... Когда она была конторская... Да... Конечно там... Могли исполнять на ней... Все... Закручиваем... Запускаем... Досмотрим сейчас ее полностью... Ну... Если надо будет... Будем белый смотреть... Ага... Собирает... Еще раз будет подключаться... Много свежая... Да... Так... По комплектации... Давайте сразу пробежимся... Может быть... Так... Что у нас здесь есть... Громкая связь... Кандей... А не климат... Подогрев лобового... Подогрев руля... Подогрев сидений... Так... Задних сидений подогрева нет... В этой комплектации... Ну... Вот ковролин сам... Все вообще... Гораздо лучше выглядит... Видно, что здесь... Более-менее аккуратно... Владели автомобилем... Каким-то мобилем... Каким-то мобилем... Поднабрызгали... Ай... Тут все залито... Ну... Тут кто-то... Кто-то старался... Чтобы она... Никогда не заржавела... Там вообще... Чем-то там... Намазал... Черным каким-то... Антикором... Пушсалом... Всем в подряд... И лонжероны тоже... Вот такие лонжероны... Тяжело смотреть... Когда они забрызганы... Благо тут можно немножко проглядеть... Сделано давно... Сделано... То есть... Ну не вчера... Чтобы знаете... Перед продажей спрятать... Что-то забрызгали... Тем не менее... Нужно смотреть... Вдвойне внимательней... Когда такое... Слушай... Обалдеть... Как они тут проливали... Значит прям по-настоящему... Куда-то обратился... Это не дилерский антикор... То есть... Человек куда-то заехал... Чтобы ему сделали антикор... Петли так специально... Да-да-да-да... Порой так специально... Можут петли... Чтобы не было видно... Что срывалось... Ну... Да... Все заводское... Ну не антикор... Естественно... А все герметики... Все элементы заводские... Здесь у них такой тоненький-тоненький герметик... Если обратишь внимание... Вот будет видно по краям... Понимаешь... Вот она... Полоса широкая... Так размазывается... На черном хуже видно... На белом это видно лучше... Так... Багажник... Так... Все отлично... Слышишь? Отдает обороты... Это не форсунки... Не ужасно... Но... Но есть перестук... Там экран звенит у него... Теплоэкран звенит... А... Вот я и думаю... Да-да... Вот он переход... Небольшой... Да... И на пыл здесь... Ну здесь в темноте плохо видно... Не вижу никаких мусоринок... На белом цвете ничего не вижу... На дверь окрасили... Просто два слоя... Визуально видим заднюю левую дверь... По поводу цинковки... Цинк... У креты... 100-140 микрон... Идем дальше... Внутрянка 60-80 микрон... Ну... Внутренняя часть... Пороги... Проемы... Аналогично цинк... Двери... Аналогично цинк... Тоже они в родне... В проем залезаем... Черный металл... 66... То есть пороги проема нет... Вот ниже чуть-чуть... Черный металл... Стойки проверяем обязательно все... Дальше идем... Дверь... Цинк... 115... 107... 130... 117... Заднее крыло... Черный металл... Вот если присмотрите сюда... Вот он переход... Аккуратный... Вот такой на пыл белый... Видно? Вот так вот... В темноте не видно его... И вот он пошел наверх... 180... 160... 180... Ерунда... Просто двойной слой... В проеме 67... Проем как и сказал... 60-80 укрытый... И черный металл... То есть без цинка... На самом деле лучше бы кузов был оцинкован... А съемные элементы... Ну вот здесь с обратной стороны... Даже у приоры сейчас оцинкован кузов... Да... Пороги, арки, крылья задние... Да... Чтобы не сгнил... А съемные элементы не оцинкованы... Только у лифтбека... То есть под этот ребрышко его и увели... Располировали... Ничего и не видно... Крышка багажника оцинкована... Это хорошо... Крышки ржавеют... Сильно у автомобилей... Здесь это хорошо... Лучше бы конечно крыши и задние крылья... Но... У нас есть красильник... Да... Так... И вот эта дверь... Она после ремонта... Небольшого тоже после... Покраски... Ну так же до 200... 202... Что я иду... Нет... Крыла нет... Крыла... Да по нему и не видно... То есть нигде ничего нет... Никаких напылов... Никакого мусора... Нигде ничего нет... 212... Максимальное значение... Максимальное значение... По месту украсили не снимали... Нет... Остальное все отлично... Заднее правое крыло... Задняя левая дверь... Все... Больше никаких вопросов нет... Все у нас... Три ошибки по блокам... Все по напряжению... Вот и все... Больше ничего нет... В принципе по работе мотора... Мы слышим что он стучал... На холодную... Ну... Сейчас вроде уже... Сильно лучше стало работать... Прогрелся... Форсунки по времени впрыска... Имеют нормальное значение... По сбросу ошибок... 45 тысяч... Больше 45 тысяч... Не сбрасывались ошибки... Соответственно... Все что мы видим... Сейчас... Здесь... Это... Ну... За 45 тысяч... Просадка напряжения... Но аккумулятор действительно был на грани смерти... При попытке первой завести... Он даже и... Не завелся... 49... Прошу прощения... Тысяча километров... Ну... Почти 50 тысяч километров назад... Сбрасывались ошибки в последний раз... Сейчас ошибки... Только по разрядке... Вот и все... Там два окраса... Здесь два окраса... В принципе одинаково... Здесь меньше... Там все таки... Крыло заднее... Здесь крыло заднее правое... И дверь... А там просто дверь и крыло... Ну там шпаклевки чуть больше положили... Ну так... Там комплектация лучше... Но здесь так же... Она не самая высшая... Подсев шагом? Не мёртвый... Он на грани просто был... Здесь 1,6... В 22-м году по продленной гарантии проходила H-Promice... Штрафы по 3000... Паркуются неправильно... Продавалась у дилера... 5-го октября... Без регистрации... 7-го уже сертификация H-Promice... Но это продленная гарантия раньше была... На территории Российской Федерации... И все... Больше... Никаких историй... По машине нет... Общий рейтинг 4,5... Хороший автомобиль... И налог дешевый... По сравнению с Kuga... Вот эти же сейчас... Они менее правы... Так эти-то живучие вообще... Там движок там что-то стрекочет... Но и тем не менее... Скорее всего... Будет долго ездить... Он на таком стрекотании может проехать еще столько же... Смотрите... Тут надо понять... Если Kuga мы отмели... Выбираем между двух кред... Ну мы еще поедем сейчас посмотрим... Тусан или что там у нас еще в списке... И выбираем между двух кред... Это 2 литра... Это 1,6... Это полный привод... Это передний... Это богатая... Это победнее... Это затертая... Подзамученная слегка... Это выглядит свежее... Ну просто как минимум в 4 раза... Как бы просто нужно понять... В порядок привести визуальное в салоне... Все это можно... Будет лучше выглядеть в разы... Чем сейчас... Единственное что ну... Какие-то сколы... Что-то придется покрасить... Лобовик... Уже на ваше усмотрение поменять или нет... Поэтому тут надо решить... Вот этот мотор в Солярисах... По полмиллиона вообще только в путь... А то и больше... Он вот так вот стрекочет... Это у него форсунки как раз работают... Вот он так работает... Здесь это не форсунки... Здесь это уже... Балуется поршневая... 1.6 по надежнее... 1.6 вообще сверх надежный... Очень надежный мотор... Очень... Опять же смотрим такси... Рио и Солярис... Но в основном Солярис... Там... Погляди на него... На него живого места нет... Он вот такой вот... Весь узлом завязанный... Пробег смотрим... У него горит чека... БС... У него все горит... Едет и едет... Хромает... Ну и автомат тоже... В тех же такси... Да, да... Автомат здесь вообще хороший... Я не знаю... Редкий случай увидеть... Какую-то проблему с этим автоматом... А разгон хуже... Комфорта меньше... Ну разгон не сильно хуже... Как вот... Люди говорят... Что 1.6 от двух литров... Ну это говорят люди... Которые ездят на 1.6... Которые ездят на двух литров... Будут говорить... Что разгон лучше... Ну вы же понимаете... Ошибки сбрасывали 50 тысяч назад... Ошибок сейчас нет... Все чисто и пусто... Сейчас по электрике посмотрим... Работает... Не работает... Ошибок... Нет вообще... Хочется все-таки свежий автомобиль... Да... За эти деньги... Ну вот скажем... Белый... Он достаточно свежий... Или... Что свежее мы что-нибудь... А там нету кредита... С пробегом поменьше... Вы в цвет упираетесь... Я бы предложил еще варианты... Но в цвет... Ну вот тусаны до 2 миллионов... Вот вы сейчас сами сделали отчет... Там... Два ДТП... Замена передней части полностью... Да... Ну в общем... Надо какую-то из этих поднимать... Да... Только надо мне определиться какую... Либо ехать следующую смотреть... Смотреть следующую... Можно пойти в зал выйти... Присесть сейчас... Да... Так... Что ж мы сразу там не посмотрели... Это сейчас мы нашли его... Да... Спарте точно нет... Даже если белый или черный нет... Да... Даже белый и черный нет... Так... Ну хорошо... Давай... Чтобы сейчас не возвращаться туда... Позвони парням... Спроси вообще... Что и как... На газу? Да... Он внесен? Нет... Я просто уже все знаю... Поверьте... Я же ну... Работаю... Работаю... Газ установлен... Газовое оборудование... Кто-то на нем ездил... Кто-то экономил... Приехал я... Давячи... На Toyota Camry... На такси... На 70-ке... И... Разговорился с таксистом... Что как... Сколько в парке машин... Я же говорю... Я с таксистами люблю разговаривать... Это самые что ни на есть... Проверенные автомобили... И... Умерло несколько автомобилей... Двигатель... Исключительно те... Которые были на газу... Не доехали... Ну... 250 плюс-минус... Да... Да... Семидесятки... Двухлитровые... Именно с пробегом 250 плюс-минус... Вот... Два мотора выхали в капиталку... Больше... У них ни один мотор не уезжал в капиталку... На Камрюхах... Вариаторы... Да... 115 пробега... Два литра... Полный привод... Миллион девятьсот пятьдесят... Стоит андроид... Это даже еще интереснее... Что стоит андроид... Да... Вот можно ее... Либо вот эту... Три плюс-хозяина... Что у вас... Не будем смотреть... И с газом... На газу... Нет... Не... Ну... Причем... Я в очередной раз скажу... Машина на газу... Всегда воняют... А кто говорит, что не воняют... Просто у вас... Обоняние проблемное... Давайте смотреть... И в принципе и буду тогда из трех выбирать... Часть обязательницы... Не попался... Я вот... Что смотрел... Этот самый... Форт... Я звонил... Разговаривал... Говорят... Все хорошо... Прямо все прекрасно... Готово встретиться... Только... Говорит... У нас папа собственник... Он договор подписал... Оставил... И уехал... И говорит... Приедем... У нас уже есть подписанный договор... И это вообще адекватно... Конечно... Надо брать... Я тоже... Если уж прямо вы хотите купить такой автомобиль... То с этим папой... Нужно связаться по видеосвязи... Чтобы он показал вам паспорт... Права... Что это он... Посмотреть... Подпись в паспорте... Подпись в договоре... Спросить... Это точно вы продаете? А точно вот этот молодой человек... Или эта девушка... Ваш ребенок? А точно ли то? Точно... Хотя бы это... Желательно все это записать... Но правильно... Вообще так не делать... Папа реально мог выписать... Генеральную доверенность... И не было бы никаких проблем... Вот примерно так... Он даже издалека это может сделать... Да... Кстати... Он с другого города может это сделать... Там непонятная машина... Насколько она хороша... Да нет... Давайте не будем... Конечно... А там участников... Больше предложений никаких вообще... Паралон... Да... Ну... Паралон... Хотел сказать пенопласт? Мне кажется это... Успененная какая-то... История... Ну... Паралон... Как его назови... Так... Ну что ребят... То же самое все... Здесь никакого антикора у нас... Нет... Зато все видно прекрасно... И лонжерончик вот туда... И до конца... Вот туда к перекладине... К моторному щиту... Все отлично... Сейчас как шумит охлаждает... Зарядное устройство... Вентилятор... Пальцы не суй туда... Эта ногти оторвет... 19-й год... Все... Здесь также 19-й год... На будильниках... Здесь все отлично... Аккуратно... Проводов много... Без поткнись... Не улети... Так... Аналогично здесь... Смотрим абсолютно все... Абсолютно везде... Слушай... Очень хорошо под капотом выглядит... Так... Hyundai... Ничего не откручивалось... Ничего не срывалось... Там вот здесь ее приклеили... Уже потом... С того как оторвали... Видишь... Намазали... Она отваливается... Но здесь чем-то странным... Вообще... Обычно там двухсторонний скотч... Здесь герметик какой-то... Заглянули... Посмотрели... Он нам что-то говорил... Или нет... Да... Что он вчера смотрел... Там пару каких-то скотов... Все... Ее? Да... Ну за три недели... Каждый день... У нас было два варианта... За три недели... Капец... Какая она была... Вот сегодня... Вчера... Дело от нуля... Несколько... Дело от нуля... Несколько... А никто не заряжал... И вот... Все... Это моя... Вы деньги вносили? Так... Мальчик только что сказал... Что он документы уже сейчас сделает... Мы просто его ждем... Как мы могли внести предоплату... Если нам сказали... Что она еще свободна... Мы ее вчера... В понедельник смотрели... Чтобы сегодня документы подписать... Вы предоплату вносили? Дождите... Конечно уже... Мы здесь стоим уже три часа... На этой машине... Третий день уже... Как так можно? Так вы деньги-то оставляли? А зачем три дня стоять? Я вообще ничего не понимаю... Так они действительно... Три дня ходят люди? А не... Они в течение двух недель... Приезжают... И разные... Мы же сейчас вообще лекцию смотрели... Походу, нет? Разные... Все время смотрели... Начинали с микроавтобуса... Это действительно покупатели или нет? Ну... Покупатели... Только очень странные, да? Сами знали... Ясно... Я знал про аккумуляторы... Ты пошел туда смотреть... Потом пришел сюда... Не надо... Я-то тут стою... Они ходят две недели оказывается... Смотрят Lexus... Range Rover... Автобус... Она целая... Сейчас вот... Да... По кузову вообще ничего не снималось... Не крашеная... Одна вмятинка на заднем правом крыле есть... Это вот ДТП зафиксированная в нее... Единственное что есть... Масло в уровне... Там чисто... Визуально мотор весь сухой... По тормозам особо без нареканий... Резина до конца сезона... Остекление в круг оригинальное... Честно... По состоянию именно... По внешнему... Она лучше чем черная... В плане сколов... В плане... В плане... Черная... Нет... Ну с белой сложно... Тихо-тихо-тихо... Я знаю... Ну вот есть у нее тоже пескоструй... От этого никуда не деться... Но капот при этом... Тоже скольчики имеются... Мелкие... Но без ужаса... Она просто не из Питера... По крайней мере по региону номеров... Она из Нижнего Новгорода... Пусть больше не поменьше вообще... Вообще не будет... В нижнем то... Ну... Чего... Делаем эндоскопию... Сейчас посмотрим... Если задиров нету... Вообще огонь... Нет... Вмятина... Вмятина... Просто есть... Вот следы... От ДТП... Притерли ему... То есть там крыло и крыло... Ну вот... Смотрите... ДТП было... На машине... А по сути она в родном окрасе... И при большом желании... Эту вмятину можно вытянуть без окраса... И сделать все идеальное... Что вообще следов не будет... Да... Свечи тут тоже надо поменять... Тоже такие же... Еще вода попала... Когда мыли... Так... Ну что... Мои господа... Вот увидишь... Это уголек... Ну... Это не страшно... Это не страшно... Ты думаешь это задир? Да нет... Больше натир такой... Это уголек... Нарисованный... Угольки... Видишь... Вот отсюда... Хлопачки... Вот они... Ну прям ужаса нет никакого... Вообще никакого... Поршень примерно такой же... По состоянию как и в черной... То же самое... Прямо отсюда отвалился... В этом месте... Ну все как в G4... Она... Был бы КД... Было бы похуже... В разы... И сами знаете... Уже довелось КД ремонтировать... Но Спортэш купили ребята у нас... Из Петрозаводска... Там было посильнее надрано... Точнее там уже были даже задиры... Давай в следующий... Хон есть... Вот он... Хоп... Хоп... Ну что то же самое все... Да... Прямо ужаса ужаса нет... Никакого... Хон перекрывает все... Никакого зеркала... Никаких проплешин... Задиров глубоких... Ничего нет... Все поверхностное... Большинство нарисовано углем... Нагаром... Угу... А у нас сегодня... У нас сегодня уже документы должны быть... А вот эти... Ну а вас... Девушка... Я не... Вот... Ничего не сделал... Незаконного... В чем лично вас... Не собираюсь... Я все сделал... Все сделал по-честному... Зашел вниз предоплаты... Пришел и посмотреть... А вы давно смотрели, да? Да, давно смотрели... Мы сегодня уже пришли... На нее документы отправлять... Мы пошли... Так потому что мы ждали человека... Чтобы он пришел... Так и я ждал... Подождите... Вы смотрели ее... И ждали человека продавца? Да... Ждали... Никиту... Чтобы пришел... Документы отправляли... В итоге он пока там... С какими-то... Собеседовал... Я так понимаю... Что смысл в том... Что они действительно ждали продавца... Сейчас здесь стояли все это время... Три недели они ждали... Сюда ходили... Начиналось все с микроавтобусов... Ну я понимаю... Но сейчас они ждали... Именно с этой машины... Я же видел... Как продавец пошел... Сказал, что так не делается... Кому-то там из своих... Вот он шел с документами... И с ключами в руках... Хреново, что такая тема... Мне похеру... На менеджеров... И на всех прочих... Мне хреново... Только от того... Что они с дитем... Здесь целой толпой сидят... Просто мы шустрые... Отдать должное... Мы же понимаем... Что мы делаем... Мы смотрим машины быстро... Нам не нужно... Три недели ходить... Или две недели ходить... Смотрите... Мне... Я говорю только за себя... Только за себя... Я никому не пытаюсь... Тут привить какую-то человечность... Или правильность... И все прочее... Если бы я искал эту машину себе... И вот такая ситуация была... Я бы ее отпустил... Ты видишь... Девочка стоит... Она с нами разговаривает... Она почти плачет... Она реально почти плачет... Я же не спорю с тобой... Николай... На секунду... Мне самому как бы неприятно... Тоже там... Да... Люди... С одной стороны... Ну с другой стороны... Машина нравится... Я... Несколько сам замешательств... Нет... Мы просто осматриваем автомобили... Все... Это... А не разоблачение... Скажем так... Да... Да... А вы тоже хотите? Ну сейчас посмотрим... Что будет... Я не знаю... Что будет... А вы покупаете... Это вы автомобиль... Говорите... Что ждали... Да? Вам нравится очень? Да... У вас для дочки или куда? Или для кого это вообще автомобиль? Для тебя... Для меня... Для меня... И у вас столько народу? А? Девушка подошла... Какая-то сказала... Я отдельно... А... Вы сами по себе? А вы... А... За этот автомобиль... Задаток уже внесен... Все уже внесен... Ну... Да... Вы по объявлению приехали? Да... Нет... Тут на его очередь уже... Так что точно... Да... За третий человек уже... Да... За него задаток уже внесен... Вы третий... Да... Как-то странно получилось... Знаешь... Как постановочная тема... Когда все ходят... Так может быть... Этот задаток... Это постановочный? Нет... Этот задаток-то... Это наш... А... Спасибо... Извините... Это необычная зарядка... Она... Как пускать? Да... Как пускач? Слушай, что здесь вообще происходит? Ты можешь рассказать? С этой машиной? С этой? Да... Вот с молодыми людьми, с девушками... Что здесь происходит? Мужчина здесь одно говорит... Потом второе говорит... Потом третье... Потом подходит и говорит... Мы ее покупаем... Причем он начинает нам это говорить... Минут через пятнадцать осмотра... Так они на самом деле... Типа уже... Они... Готовы наликом уже вносить за нее... После того как мы пришли? Нет... Они уже тут... Прилично... Именно по этой машине? Да... И они уже... Типа вот... Говорят, что все... Мы хотим... Давайте уже документы... Вот они рассматривали... Обязательно эту крету... И этот ASX... Только что? Нет... Вот... Утром еще... Где-то наверно... В 30 дня они смотрели... Потом ушли и пришли? Нет... Они тут все время были... И... Они посмотрели на ASX... Посмотрели на крету... И... Решили крету брать в пяток... Да... И только сейчас... Вот... Они начали что-то с документами... А сколько они ждали время? Несколько часов? Ну... Не... Несколько... Наверно... Полчаса они так... Входили туда-сюда... Я говорю, что я ничего не понимаю... Мы пришли... Начали смотреть... Мужчина был рядом... Каких-то пару слов проронил... Я смотрел... И все... А у него там аккумуляторы... Там... Пару этих... А он... Он просто стоял... Смотрел... Потому что у него... Семья... Они пошли уже куда-то... Да... Типа... Делать документы... Да... Ситуация... Пренеприятнейшая... И странная... Ну да... Да что... Каральность... А? Каральность... Типа эти... Человечность... Ну да... Короче... Питание... И... Питание... Ну... Эрбеклайн... Это... По глонассу... Ничего страшного... И все... И все... Больше ошибок никаких у нас нет... Ой... Сейчас в коробку случайно зашел... Вообще ни толчка... Ни пинка... Ничего нет... Но это коробки такие... Камера... Штатная... Качество чуть-чуть... За счет того... Что экран стал больше... Стало чуть хуже... Но в принципе... Так... Ну да... 12000 с момента ТО последнего проехал... И 140 дней с небольшим... Что 12000 после ТО? Да... Ну пора... Да... Да... Катализатор чувствует себя отлично... 0,8... 0,78 у нас... Напряжение... Косвенно катализатор чувствует себя отлично... Но ошибки стерты были вот-вот-вот-вот-вот-вот... Потому что она разрядилась в нули... Когда машина разряжается... К сожалению долговременной памяти у нее нет... Она стирает все ошибки... Ну это как отключить клемму аккумулятора... У нее просто мертвый аккумулятор или он просто разрядился... Что долго стояло... Тут сложно сказать... Если бы мы сейчас отключили... Завели бы ее на полу... Ну скажем так с бустера... Завели бы... Она поработала... Мы потом заглушили... Завели бы опять... Тогда бы смогли сказать... Ну то есть если он сам взял заряд... Просто они давно... Как бы вроде люди хотели машину покупать... А аккумуляторы смотрят ее... А он... Три недели назад... Они же тут... Многие даже не заводят здесь машину... Давайте будем честны... Пришел... Посидел... Потрогал... Посмотрел... Вышел... Ну понятно... Вот и все... Ручник пощелкал... Да... Да... Там руль покрутил... Дай бог... Многие не заводят даже... У меня есть еще один вариантик... Миллион восемьсот десять... Белая... Максималка... Полный привод... Два литра... Один окрас... Крышка багажника... Где она? От Крыжановского... Дакар... Один владелец... Ты созвонился... Два ДТП... По переднему бамперу... ДТП... И вот по заду... ДТП... Мне уже все прислали... Ну я что я могу сказать... Это Николай... Надо решать... Миллион восемьсот десять... Она дешевле... Миллион восемьсот десять... Получает... 140 тысяч... А льгот какой? Восемнадцатый... Это девятнадцатый... Она хоть и восемнадцатый год... Но она миллион восемьсот десять стоит... Сорок две тысячи... И двадцать семь тысяч... Два ремонта у нее... По задней части... Крышка багажника... И передний бампер... Два ДТП... Одно в девятнадцатом году... По переднему бамперу... Желтый... Ну вот на сколько там бампер... Не залетело ли? Хотя вряд ли это бы отметили... Да... И фары, и капот... Вот... И вторая... В двадцать втором году... По задней части... Кто-то догнал в заднюю левую часть... Да... Тут недалеко... Здесь мы что делаем? Оставляем ее под задатком дальше... Если люди есть эти еще... Ну пусть они берут ее... Раз хотели... И поедем смотреть ту машину... А если она окажется барахлом-то... Ну... Значит... Из тех двух... Белая-черная... Ну я не знаю... Есть ли люди здесь или нет... Молодые люди... Да... Хотел бы с вами поговорить... Да... Да... Только серьезно... Хочу услышать все как было и как есть... Да... Камеры зачем снимают? Меня пусть снимает... Но не вас... Да... Это мы... Нет, мы не согласны... Вы не имеете права... Да не... Темыч... Вы даже не знаете про что я хочу поговорить... Про машину что... Типа мы первый взяли... Я хочу знать как это было... Мы вообще просто диагностируем... Я подошел и сказал... Ребята... Она уже куплена... Только после того как мы пол машины посмотрели... Почему? Нет... Мы сказали заранее... Просто он будет занят... Все... Я понял... Мужчина подошел... Действительно сказал купленная... Только я от капота дошел уже до конца багажника... Капот только открыл... Только капот... Ну у нас же... У нас же все это записано... У меня же видео записано... Нет... Нет... Я же к этому и пришел... Если она вам нужна... Я же к этому и пришел... Хорошо... Я могу... Я еще сказал... И ты говоришь им... Говорит... К сожалению... Машина уже сбронирована... И пошел дальше... Ну блин... Это не правильно... Правильно? А вы набрали... Что вы... Кто вы? Почему вы мне так говорите? Я только диагностирую... Не говорю вы все вместе... Я не говорю... Я же и пришел... Стоп... Смотрели и ждали... Чтобы вам оформили ее... И хотел сказать... Если это так... Сейчас заберут задаток... И купите ее... От себя могу только сказать... Да... Мы встретились внизу... Смотрели другой автомобиль... Мне сказали... Что мы готовы забирать белую... Я тут стоял... Я говорю... Я сейчас поднимусь... Потому что у меня вот люди еще... Механик... Ну и пока... Я был внизу... Соответственно тут произошло... Вот то что произошло... Почему не подошел... Ты не сказал? Я позвонил... Надо было подойти к нам... Сказать... Я подумал... Вы вообще Лексус смотрите... Понимаете? Я же подошел... Вы у Лексуса стоите... С вами стоит парень... Интересно, да? Говорит... Почему не сразу пришел? Должен быть... Почему я не сказал? Нет... Не хотите разговаривать... Я понял... Я же мог сейчас не подходить... Мы, может, могли уйти и оформить... Я подошел... Выясните сказать... И если это действительно... Потому что... Я спрашиваю сейчас у парнишки менеджера... Ой... У техника... Он говорит... Да они правда ждут... Я весь этот цел... Все время я стоял разговаривал сейчас... И если это действительно так... Я хочу сказать... Давайте мы тогда заберем задаток... И просто купим другую машину... Вы начали скандалить за чем-то сразу... Вот это вот мне непонятно... Четвертую машину за сегодня... Я смотрю для молодого человека... Нет... Знаете... Все, что я... И мы диагностировали сейчас ее целиком... Как бы машина-то хорошая... То есть проблем-то нет никаких... Я согласен... Мы это третьи выходные... Да... Так вот... Опять же говорите... Кто-то сказал, что две недели... Ходите сюда... А что не купите тогда? Как будто бы... Получилось... Знаете как... Вот деньги... Вот мы пришли... Вот... Смотрите... Вы же подошли ко мне и сказали... Это моя машинка... Я еще спросил... Да... Вот это же было... У нас же все... Но это может быть... Можно, пожалуйста... Да... Мне с Мариной надо бы пообщаться... Могли бы вы перевеститься... Пока между собой все ладите... Кому достанется... Все... Вы задали вопросы? Решайте... Вы все решили? Слушайте... Если вам не нужно ничего... Вопросов нет... Я просто по-человечески подошел решить... Если мы вас обидели... Хотел... Вернуть тачку... Если у вас даже разговоров с нами нет... Все... Проблем никаких нет... Можете кричать... Ругаться между собой... Что хотите делать... Просто... Просто... Ну... Получилось все по-другому... Нежели... Должно было получиться... Ну ради Бога... Да... Ну все... Мне было душно... От того что мы хотим... Как будто бы отжать тачку у людей... Но никто даже слушать не хочет... Понимаешь... Как бы начали психовать... С одной стороны я могу их понять... Ну что типа нервничать... Три недели готовились... Мы три недели уходим... Короче ладно... Все... Я промолчу... Ну пусть забирают... Какие... Вопросы-то... Они опять недовольны... Или что? Нет... Теперь все... Не надо нам ничего... Примерно вот так это выглядит... Да? Да... Ну так оставляем под задатком... Если что... Все... Ну я просто не видел... Если ли так вот... Ну уперлись... Ну все... Заталкивать будем что ли... Силком... Машину... Ты в шоке, Тём? Иначе... Просто есть мысль... Да-да... Нет... Может они в агрессии приняли... Они не понимают вообще кто... Кто мы... Типа... Вы над нами издевались... Улыбались... Если мы сейчас расторгнем... Вот эта дама... Да... Она заберет... Она смеет... Поэтому расторгать не вижу смысла... Они все равно не хотят забирать... Раз такая история... Поехали по смеху... Так они сказали... Что прям они хотят уже эту машину... Они не хотят разговаривать... Они нервничают... Я готов от этой машины отказаться... Пусть они ее забирают уже... И как бы едем... Что подойти еще раз к ним сказать... Молодые люди... Вы выдохнули... Остыли... Вы хотите ее купить... Если вы хотите купить ее... Ну скажем... Покупателю забирать задаток... Ну да... Я готов... И просто оставляем ее... Чисто по-человечески... Да... Я готов забрать... И едем дальше смотреть... Там хорошие варианты... Которые может даже еще лучше... Ну и для чего... Вот я же подошел к вам... Для чего вы... Ну потому что... Мы уже думали... Не вы... Я же... Понимаете... Если бы я хотел... Чтобы ее забрали... Я бы не подошел сейчас к вам... Я же к вам подошел... Исключительно из-за того... Что девушка подошла... Сейчас сказала... Моя машина это... Сказала... Я подумал... Что это как бы... Ну... Мы не троллили... Не смеялись над этим... Мы делали свою работу... Мы осматривали автомобиль... Понимаете... Нас заказали на осмотр автомобиля... Это четвертый сегодня... Который мы смотрим... Он обзвонил... Составил план по автомобилям... Мы едем по ним... Если вы действительно хотите ее купить... Эй... Ты чего мне на ноги наступаешь... Поэтому я подошел... Вы в агрессию восприняли... Ну видимо... Не понимаю... Что я хочу сказать... Ну извините... Может быть и нас... Мы тоже все... Просто за этой машиной... Прямо за этой машиной... Так самое смешное... Если это можно назвать смешным... Не поворачивайте... Сзади сидит девушка... В леопардовой кофте... Она ждет ее... Когда мы уйдем... То есть мы сейчас... Если уйдем... Не купим ее... И вы не хотите покупать... Ее купят следующие люди... Как оказывается... Мы согласны... Да не то что мы согласны... Я же... Вот реально... Вы все... И отец ваш... Восприняли все в штыки... Я же подошел спросить... Действительно ли это правда... Что вы целый день сидите... Эту машину ждете... Да... И получилось так... Что мы вот на повороте вас просто обошли... Да... Потому что мы более шустрые... Мы понимаем что делаем... Да... Это правильно... Как бы ну... Это так и было правильно... Потому что мы были внизу уже... Вместе с этим... Вы просто... За пять секунд... За пять... Да... За пять... Мы в этом профессионалы просто... Уж простите... Да... Ну как бы... Это же наша работа... Мы ежедневно осматриваем 3-4-5 автомобилей... Вот в чем дело... Вот почему... Если вы были перед нами и ждали... И исключительно была заминка в продавце... Ну исключительно в том... Что продавец долго где-то возился... И мы в этот момент заскочили... И обскакали вас... Не-не-не... У меня даже деньги... Не надо... Не говорить никому... Это для вас машина... Да... Да... Я думала... Конечно... Ну тогда... Мы просто поедем следующее посмотрим... У нас... Не проблема... Это для нас... Эта машина хорошая... Мы эндоскопическую диагностику сделали... Компьютерную... И кузов из смотрели... То есть... Мы все полностью посмотрели... То что говорят у дилера... Это не всегда правда... Поэтому теперь вы точно знаете... Да... Спасибо... Теперь будем знать... Там... Это для нее машина... Только одно... Одно но... Одно но... Сейчас вас могут обогнать... Как мы только откажемся от машины... Вот там женщина эта... Она... Нам уже сказали что-то есть еще раз... Она гуляет... Чтобы мы только-только сказали мимо... И она сразу если бросит задаток... Вы уже не успеете... Вот надо чтобы вам успеть это сделать... А это вот это? Да... Понимаете? Чтобы теперь вас не обошли... Не-не-не-не... И мы не просто так это оставили... Хорошо... Сейчас как раз... Мне еще одна нужна будет... Как раз Диана... Да... Да... А это еще одна получается... Чтобы проверяли... Так я даже не к этому подошел к вам... Чтобы там... Как вы сказали реклама для нас... Ну блин... Нет... Вы восприняли в штыки настолько... Что я просто обалдел... Вот смотри... Я как бы уже договорился тоже... И думал... Все-все-все... Ну блин... Вы знаете просто... Так получилось... Когда мы здесь ждем его... Мы ждали уже минуты... После всей этой ситуации... Вот сейчас пока мы диагностировали... Я все время стоял об этом думал... И я более того... Я даже поговорил с заказчиком... С покупателем... Говорю... Слушай... Николай... Ну такая ситуация... Если люди были перед нами... Мне от этого... Вот чисто если по-человечески... Мне от этого плохо... Если как к бизнесу относиться... Все... Забираем... Поехали... Я же говорю... Смотри... Как вас зовут, простите? Лилиан... Лилиан... Я подошел... Вы стоите с ребенком... У этого Лексуса... В нем сидит человек... Парень с кудрявой... Ну так... Я подошел и сказал... Ребята... Я же подошел... Вот я это уже услышал... Когда мы зашли за зад... За машину... И папа сказал... Типа иди ты... Скажи что это твоя машина... А вы просто подходите и говорите... Здрасьте... Это моя машина... Я... Может быть я улыбнулся... Ну я же не троллил... Вы дали, что так онлайн они кидали... Ну реально... 15 айфон... 13... 14... Могли бы каждый по 16 тысяч кидать... Но мы еще не знали... Что типа вот этот залог... Типа 12... Типа обратно... Ну это вообще не надо... Типа это не важно... 12-й год... 13... Ну 7 местных... Смотрите... Нет... Я сейчас не смогу вам еще найти... Надо ехать... У нас же клиент... Вы... Вот просто сфотографируйте меня на спине... Название нашей фирмы... И можете прийти и обратиться... Все хорошо... Так вы к нам попадете... Все... Так... Секунду... Подождите... Кто продавец сейчас... Надо мне разобраться... Блин... Дружище... Смотри... Что нужно сделать? Нужно, чтобы... Мы сейчас заберем задаток... Чтобы их не обскакали... Мы только из-за них забираем его... Там просто ходит женщина... Еще одна... Которая... Стоит нам только это сделать... Она уже тоже кинет задаток... Понял? Я понял... Вот это хитрости не должно произойти... Все, сейчас тогда сделаем... Хорошо? Ну просто... Чисто по-человечески мы отсюда уезжаем... Да... Потому что меня это душит прям... Вся ситуация... Мы найдем человеку... Такую же или еще лучше... Как бы... Ну просто чтобы этого не было... Хорошо? Чтобы их сейчас не обманули... Тестировали машину... Она хорошая... Пускай покупают... Да, все хорошее... Ну есть небольшие нотиры... В цилиндрах... Да... Но без этого никак... Все хорошо? Все, спасибо... Чтобы не переиграли их только... Нет... Чтобы их не переиграли... Все... Я ухожу... Смотрите... Чтобы сейчас вас не переиграли... Найди... Вы просто нас найдете... В Ютубе... В ВК... Где угодно... В этой фирме только вы... Нет, конечно, нас много человек... Я... Там придет тот, кто нужен... Поверьте... Еще лучше меня будет смотреть... Там нет плохих... Все, спасибо... Там нет плохих... Спасибо, а значит все нормально... Да было бы за что... Ну извините... Да... Я думала, это вы бы, кстати, покупаете машину... Мне сказали, что это моя машина... А я... Все... Спасибо... Всего доброго... Я же этим покупаю... Да... Спасибо... Спасибо... Да было бы за что... Все... Главное теперь не прозевайте... Потому что есть клиент с этим... Все... Всего доброго вам... Счастливо... До свидания... Блин, это девочка в леопардовом одежде... Она плакала... Фиг знает сколько времени сидела... Ладно, поехали... Сейчас найдем еще лучше... Но она теперь порадовалась... Так... Теперь... Я только сказал... Я сказал, чтобы меня опередило... Эта леопардовая сидит... Да... Она же пошла к вам... Да... Она как бы не прозевает этот момент... Перехватит два леопарда... Молодой леопард... Это взрослый... Конечно, конечно... Как мастер... Король меня его шел... Да не... Я не думаю, что уже даст... Что? Менеджер забрать... Так... А если это сидит с другим менеджером... Он вообще быстренько кинет... Задаток... Блин... Будет обидно... Что ему что-то сделаем... До конца... Они, видишь, в агрессию нас сейчас восприняли... Исключительно из-за того, что... Они вообще думали, что это все я замутил... Я больше всех переживал... Кому тут все я замутил... И что я смеялся и издевался... Я говорю... Так это ты и был... Ну вообще, на тебя все... Мы на тебя пальцем показывали все это время... Ой, ладно... Блин, дождь... Друзья... В общем, смотрите, какая ситуация... Мы начали осматривать автомобиль... Смотрим, началась какая-то суета... Непонятно, откуда эти люди взялись... Как взялись... Такое часто бывает... Что ты приезжаешь на осмотр... Одновременно с кем-то... И те люди пытаются уже отжать автомобиль у тебя... Николай бросает задаток по ссылке... Которую ему отправил менеджер... То есть... Ты можешь предоплатить автомобиль... Даже не видя его... То есть... И эта предоплата... Возвращается... Если тебе мало ли что-то не понравилось... Чтобы не получилось так... Что в момент нашего осмотра... Его не предоплатили другие люди... И как бы мы проработали зря... Молодые люди сказали, что они уже ждали оформления... Просто менеджер был занят... И в этот момент появились мы... Осмотрели автомобиль... И у нас уже оказался он даже под задатком... В общем... Все это выясняем... Оказывается, действительно... Они уже не в первый раз к нему приходят... Они его смотрят... В общем... Девочка начинает плакать... Вторая переживать... Но остальное вы все видели сами... Приняли решение... Раз уж действительно сидели... Хотели уже оформиться и купить его... Оставить этот автомобиль за ними... Возможно... С точки зрения... Бизнеса... Это неправильно... Но вы напишите в комментариях... Причем не стесняйтесь... Пишите, как думаете... Честно сказать... Весь этот час диагностики... Я думал... Больше чем о диагностике... Об этих людях... Надеюсь, она будет их возить... И не подводить... Диагностику мы сделали... Я сказал, что все хорошо... Мы едем смотреть следующий автомобиль... Не переживай... Я не переживаю... Знаешь, как бы... Мы поступили правильно... И поэтому... Все будет хорошо... Это действительно правильный поступок... Возможно... Немножко я надавил на это... Прости... Но, блин... Я не могу... Я не понимаю, что ты не можешь... Знаешь... В любой ситуации хочется поступать по-человечески... Я тоже так... Я тоже так... Поехали... Сейчас найдем такую же хорошую... Правда... Такую же, только лучше... Да, даже лучше... Даже лучше... Да, тут, конечно... Тесненько... А вот это последствия... Да? Отмоется половина... С 19-го года нет... Видимо... Никто не делал этого... Не пролезть даже, да? Вот у вас... Виноград... Как на юге... Посмотри, красотища... Какая беседочка... Более того скажу... Нужно взять в аспирид... И вот эти полоски... Мне тоже так кажется... Будут не такими... Останется только вот это вот черное... А там замазочка... Да... Но... Я вижу, что... Немножко как будто выскочило... Сами очки... Ну да... Их надо вправить... Ну вот она здесь... Рамка... Вот она сырая... Вот то, что мы говорим... Вот она набрала воды... Даже с пеной... А зимой она прилипает к петле... Примерзает... Примерзает, да... И краску с нее снимаю... Ну это на... Рио... Все хорошо... Уровень есть... Уровень есть... Давай щуп... Половинка... Крышку... Может не надо... Да... Надо нам... А... Давай доскоп... Так вот здесь пока нет дождя... Зачем нам? Здесь? Конечно... Чтобы не везти никуда... Можешь оставить... Минут 20 надо нам... Что стекло? Да... Другие машины... Это просто... Просто нормальная вроде бы... Пока... Дерево... Растет... Блин... Ничего себе... Понимаешь... Заехали... И оно туда вылезло... А... Туда вылезло... Да... Да нет... Это с земли... Просто заехали... И оно туда вылезло... Вот уже лучше... Видишь? Да... Ну ты же видишь... Все... Хон перекрывает полностью... Да... Вопросов нет... Крути по кругу... Сейчас... Ты уже выкрутил круг сделал... Так да... Давай клапанам... А ты же сказал по кругу крутить... Я вижу что ты... Ты хоть подворачивай чуть-чуть... Так она... Если отпускаешь... Она возвращается очень быстро... Я не успеваю за ней... У тебя же локоть не на шарнире? Какой есть... Сейчас... Он уже приспособлен к этим включениям... Спина вот не на шарнире... Это обидно... Плюс-минус одинаково... Как и в черной... Как и в белой... Ожидать того, что ничего не будет... Вот прям все красиво... Нет... Вот отсюда нагарчики поотваливались... Вот ближе-ближе подводи... И прямо видно... Отчетливо... На стенку... Давай цилиндр... На стенку... Я думаю... Николай... Видно всем... Что здесь... Начерчено... Углем... А не задирами... Ахон перекрывает... Первые... Мы... Мы первые здесь... Мне кажется... Так по ходу свечи родные у всех... Что мы посмотрели сегодня... Да... Так и есть... Ни одной я не видел... Чтобы они были... Выглядели хотя бы... Как более-менее свежие... Все выглядят как здесь... Одинаково... Все... Окей... Все то же самое... Огольки... Да... Абсолютно та же самая история... Да... Вот это даже широкий... Приблизь его... Поближе к нему подойди... Ты же видишь, что это... Это начерчено... Да... Вот видишь... Даже откуда отвалилось могу показать... Вот они... Эти кусочки лежат... Да... Вот самый грязный поршень... Был на черном... Он был... Он же не встает сюда... Мы сейчас выезжать будем... Нет... Китайцы на старичке видишь... Разбирают... Да и миллион шестьсот... Недешево... Не стоит... Пробегом 150... Да... Я лучше Крета поможет... Чем Кулрей... Не... Ну Кулрей веселый автомобиль... Типа турбовая... Он носится... На них там целый клуб... Кто обожает... Ну откровенно... Кульки... Да... Кулек... У него такое название в народе... Принялось... Ну каждому свое... Конечно... Да... Я выбираю Крету тогда... В этом случае... Ну Крета проще... Как автомобиль проще... Конечно проще... Чтобы каждый день просто ездить... И не... Не... Не париться... Давайте так... Опять же... Меня слушать не нужно... При прочих равных... Если бы стояла Крета... И точно в таком же состоянии... За те же деньги Кулрей... Я бы взял Кулрей... Серьезно? Да... Конечно... Почему? Потому что он турбовый... Не... Я бы первый Кулрей... Потому что он повеселей... А я бы взял если второй Кулрей стоит... Ну так... Молодец... Так... Стоп... Ну-ка... Давай-ка здесь покажи поближе... Давай клапаны... Все везде то же самое... Даже здесь все похоже... Ну... Да... Ну... Ну... Касаемо второго... Ковыряю там... Четыре цилиндра... Четыре цилиндра... И по ним пока нету... Статистики никакой... Есть нарекания... Наоборот... Статистики... Да... Мне кажется... Ну я конечно не великий специалист... Но вот когда три цилиндра и один и пять... Мне кажется лучше чем четыре цилиндра и один и пять... Типа объем цилиндров меньше? Ну типа каждый по пол литра... Логично... А как тогда подожди на Тиане допустим... В шесть... Два... 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 Два литра... Старая... И в шесть... Как к этому тогда относиться? Ну я не знаю... А в четыре... Просто вот по... Там первому Пуэрею... Который с двадцатого года по двадцать третий пошел... По ним... Ну я не знаю... Я не встречал... Нет особо нареканий никаких... С пробегом... Их там... Вот сейчас у нас есть на складе... 155 тысяч... У него сухая турбина... И в целом там... Ошибок в электронных блоках нет... Архивные есть... Может какие-то там... Незначительные... Связанные с демонтажем аккумулятора... Так... Какого цвета? Красного? Нет... У нас он белый... Стоит... Я же старовер... С пробегом 36 тысяч... На мониторе... Два миллиона? Два миллиона... Он кого-то модника еще смотрел... Пока Игорь собирает... Вот просто давай подойдем... Блин... Ну ты посмотри... Вишневый салон... Ничего себе... Николай... Посмотри на сколько разных автомобилей... Сколько? Ну... 36 пробега? Панорамная крыша... 36... И 34... Точно вот... И два миллиона стоит... Два ноль двадцать... Это полтора литра? Полтора литра... Они... Все полтора литра... Здесь три цилиндра... Касаемо этого... У него дилерских допов довольно много... У него... Морда вся в пленке... Включая крылья... Ну там... Железная защита... Картера... И... Сетка... Бампер... Ладно... Я тут не буду лазать... Сейчас снимать все эти крышки... Грязный конечно очень... Где-то человек... По песчаной буре ездил... Ну у нас не так давно... На спаде наверное... Еще не успели подготовить до конца... Да у него... На роботе он да? Да... Просто присядь понять что такое сейчас современные китайцы... Да не я понимаю... Все... Ну робот опять же... Эту машину хвалят безумно... Вот реально... Смотри Николай... Я не усаживаю тебя в эту... Мне просто интересно... Я просто... А чего это... 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 Рестайлинг... Куга черная... А черная Куга это в продаже у вас или нет? Сейчас уточню... Возможно только заехал... И... Под вечер что началось... Ну так бывает... Черный потолок да... Не ну конечно приятный интерьер... Панорамная крыша... Да... Ну это вот это точно не надо... В водитель... Я езжу с панорамой тоже... Я туда ну вот так не езжу... Это для задних пассажиров наверное классно... Слушай мне вообще не надо тоже... У меня еще солнце печет... Светло... Лишь... Да она задернута у меня шторкой все время... Ну... Конечно есть и хорошо... Но вот так то... Чего с ней делать? Ну скажите вам... И вот... Я же это сказал не видев еще его... Что при равном состоянии одной цене... Я бы взял бы его... Если бы она называлась кретой... Можно шильдик переставить? Да... Даже фок он есть... Hyundai и Creta... О! И здесь рублик лежит... Второй раз сегодня... Все укрыто... Она еще с полиэтилене... 20-й год... 36 пробег... 22-й... 22-й... 22-й год... 36 пробега... От модника какого-то... Главное чтобы он без чипов был... С рамками москвич... Это вообще мечта... Так она на гарантии еще? 360 есть... Но по-любому да... У них же... 5 лет гарантии? Да... Так она еще 3 год на гарантии... Да... Обалдеть... Вот это затонировано... Ладно... Давай запускаем... Под ручкой... Это пища к размышлению... Честно сказать... Так... Я убираю... Давай отсоединишь... Подожди... Ну ладно... Хотел послушать... Прогретую чуть-чуть... Ладно... Давай мы тогда откатим... Сейчас... Это только... Только в максималке... Ну это диодные? Да... Полностью диодные... Ну кроме... По-моему... Поворотника и заднего хода... Электросидение... Ну... Это просто мечта... А память есть у меня? Нет... Не помню... Нету... Один раз настроил... Красные суппорта есть на месте... Единственное что кстати многих оттолкивает... Почему-то вот... Клент, в котором подбирали... Эти машины... Без красного салона... Не знаю... Красная торпеда... И красный салон... Не могу ничего сказать... Хорошего... Неплохого... Я тебя поддержу в этом вопросе... Давай... Смотрим сзади... Что у нас произошло с ней... Да... Так... Крышку снимали... Давай сюда... Здесь плавно... Ну вот здесь небольшой ремонт панели был... Либо знаешь что было Игоря? Подмазали... Подожди... Это не заменена ли она? Подожди секунду... Потому что я вижу... Как будто бы... Мне тут на секунду показалось... Да нет... Нет... Так... Посередке подмазано... Подожди... Дай-ка я вытащу все это дело... Сейчас все разберем... Давай... Держи... Колесо новое... Никто на нем не катался никогда... Я сначала уж накрякся на секунду... Нет... Ты меня напугал... Я тоже напугался... Нет... Все прекрасно... Здесь... Зафиксирован... Удар... Бампер... И что-то было на крышке багажника какой-то... То ли скол, то ли что-то... Сейчас мы все это прибором проверим... Нет... Максим Михайлович... С обоих сторон... Красота... Красотища... Точки все заводские... Можно конечно разобрать... Вообще все... Прям залезть туда... Либо мы посмотрим на подъемнике... Заглянем за бампер... Здесь у нас... Поплотнее был водитель... Лишь немножко... Просидел... Боковую часть... Как бы дыры как таковой нет... Но складочка уже есть... Здесь все хорошо... В ней даже не убирались... Видишь... Следов я вообще не вижу никаких... Есть... Знаешь как будто малярка была... Пыль... Все хорошо? Вопросов нет... Вся панель ровная... Нигде ничего не заломано... Нигде... Как сказать-то... Никаких складок... Ничего рваного... Вообще... Ни даже не вмятия нету... Все... Вот видишь... Герметик заводской... Идет... И дальше панель приварена... Вот еще... К одной внутренней части... Все... Идеально... Ну все... Вопросов нет... У нас под сомнением немножко была панель... Бывает такое... Что... Отметка ДТП... Бампер... А панель там пузырем... Волной... Ломаная... Складка где-то... Кто-то отстучал... Обратно оттянул... Или наварил... Приварил... Здесь целенькое все... Абсолютно... Ничего никаких... Нет вопросов... Мы еще... Если что... Поднимем на подъемник... Можно уже поднять у вас... И посмотрим снизу... С внутренней стороны... Вот здесь мы слышим... Как работают форсунки... И нет вот этого перестука... Стального... Который был на черной... На предыдущей белой... Тоже его не было... Черная уже гремела... Черные все-таки... Наверное... Эксплуатировали так... Неаккуратно... Масло не меняли... Или там... Не вовремя... Потому что... Или пробег там... Да не настоящий... Да может настоящий... Знаешь... Мы как бы... В подозрениях на пробег... Всегда... Потому что... Очень часто сталкиваешься... Но на 100%... Никак это не сказали... Никак... Я же говорю... Если аккуратненько... Подкручивали... Здравствуйте... До 500... То есть... Даже 500... Ты не можешь поймать... Вот отсюда... Можно заглянуть... Немножко... На саму крышку... Посмотреть... Через все эти усилители... И очечники... Подфарников... Вон туда... Вглубь... Ну... Камера не покажет... Но я вижу глазами... Нигде там ничего нет... Никаких складок... Ничего... Хоть мы прибором уже это все и проверили... Но чтобы убедиться... Аналогично здесь... Никаких вопросов... Вообще нет... Так... Никаких заломов... По краю крышки... Тоже нигде нет... Игорь... Проби... Пожалуйста... Крышку изнутри... 60... 50... 70... Все... Можно дальше не идти... Причем... Крышку красили... Снимая... Да... То есть... Не по месту... Заглядываем чуть глубже... Так как видим след на номере... Да... Туда... За сетки... Нигде ничего нет... Радиаторы чистые... Никаких складок... Умятин... Ничего нет... Все хорошо... Бампер... Крышка багажника... Окрас... Бампер... Точнее даже не окрашен... Просто есть след... Небольшого тычка... Ты проем пробился? Да... Все четко... Снял резинки... Слева, сзади, справа... Все одинаково... Все идеально... Тут... Она вся на дилере... Вообще вся... Развал... На дилер... Машина монтаж... На дилер... Масло в коробке менялось... На 54... Так... Деревья отсюда вытащим... Защемило его туда... Все... Можно вытаскивать... В общем... Из-за того, что аккумулятор у нас... Умер... К сожалению... Ошибки сбрасывались... Ноль в километрах назад... Но две ошибки висит в памяти... Только по разряду аккумулятора... В остальном... Вопрос... Напряжение по катализатору... Нормальное... Время впрыска... Тоже нормальное... К сожалению... Так как это... Скажем так... Старая школа... Корейцев... Много чего здесь не посмотришь... Но много чего не должно быть... В принципе... Да... Проще... Все-таки... Это надежнее... Да... Обломало... Обломало крепление... Там в бампере причем... В бампере в самом... На самом деле сделать легко... Это вот отсюда сейчас мне... Немножко... Никак... А сделать это легко... Вот... Откуда-то земля посыпалась... Ну... Из-под локера... Откуда... Один винтик... Вот этот вот... Починить... И все будет окей... Да... Все... Вставляю назад... Но разобрал я таких автомобилей... Клопов хоть их повытаскивал... Немеренное количество... Арбатурки проведено... Давно это было... Правда и неправда... Правда и неправда... Правда и неправда... Ну все получается... Все на подъемникову, да? Да... Так... Заглядываем... Изнутри... Николай... Вот как я говорил... То есть ничего вообще с панелью не было... Никаких вопросов... Усилитель ржавый... Никуда не деться... Туда грязь летит... Простая железяка... То есть вот здесь мы смотрим... Никаких вопросов... Даже сказать... Не сильно ржавый... Честно говоря... Для Питера... Сами рычаги... Подрамник... Достаточно неплохо... Для... Шести лет... Для Питера... Опять же... Да... В Санкт-Петербурге... Шесть лет... Блин... Ну... По днище у нее будет все хорошо... То есть... Это заводской... Угу... Вот они проходят... Шик-шик... Передняя крышка... Вот там потеет... Чуть-чуть... Вот ты смотришь... Чуть-чуть потеет... Ну это болячка всех корейцев... И японцев... Японская школа... Скажем так... Колодки и диски еще в порядке... Все гуд... Здесь тоже смотрим... Клушай... Колодок еще много... Диски еще... Хоть куда... Да епрсты... Вот так... Визуально, конечно, все неплохо... 18-го года... Липучка еще в очень хорошем состоянии... И Нокиан... Да, не... Все окей... Опа... Колом... Пошли зад смотреть... 1050 должно хватить... Уверенно... Ну а дальше уже... Придется, наверное, залезать... И чуть-чуть что-то здесь... По подвеске? Да... Ну, 1050, я думаю, хватит... Так... Не... 50 хорошо... То есть, такого ничего нет... На пчинчике... Ну, вы продавайте уже... Да... За три... За три... Буду менять на два этих самых... Давай... Давай... Не, аккумулятор все меняем... Тран дай газу... Держи, 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 держи... Дай, дай... Не, нет... Две с половиной тысячи оборотов... Подержи... Все, фары не тухнут... Потому что на газу дает... Генератор пошел... Да... Сейчас... Подержи, 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 подержи... Все... Отпускай... Все... Да все, отпускай... Все, работает... Все... Отлично... Супер... Но обслужить его в первую очередь надо будет... Обязательно... Обслужить шлицы... Наталкать туда смазки... Чтобы было хорошо... Обязательно... Так... Аккум заменили... Сейчас проверим... Бесключевой доступ... Отлично... Все работает... И... Есть ли автозапуск... Все... Супер... Только брелок сел... Так... Он что-то пиликает... Я понял... И этот сел... Успел он отправить сигнал? Все... Огонь? Да... Вообще шикарно... Даже на такую нервничь... Так... Ну что... Подведя небольшой итог... Восемнадцатый год... На год младше предыдущей... Пробега меньше на... Ну... На 20 тысяч километров... И стоимость меньше на сто... Сто... Сорок пять тысяч рублей... На сто сорок пять тысяч рублей... За миллион восемьсот пять... Ее отдают... Николай... Хочу сказать... Спасибо... За качественную работу... За отношения... Человеческое... И подход... Делал профессиональный... Я доволен... Помогли подобрать хороший... Надежный автомобиль... Ну... Самое главное... То, что мы берем этот... А не предыдущий... Вообще ни капли не расстроен... Ну... Наверное, хорошо... Сто сорок тысяч... Сто сорок тысяч рублей... Комплектация... Еще... Выше... То есть есть кожа... Штатная навигация... Штатная камера... Которого там... Автозапуск есть... Да... Единственное, что... Шины... Липучки нелетние... Ну, блин... Зима не за горами, как говорится... Шины тоже пригодятся... Я думаю... Все довольны... Да... Еще раз... Большое спасибо... Да... Это наша работа... Ну, все понятно... Да... По состоянию... И оно вполне устраивает... Мы все подустали немножко... У нас уже петлички... Я не знаю... Может уже даже села она у меня... Самое главное... Все довольны... Конечно... Все... До дома и доехать осталось... Когда едете... Отпишитесь, пожалуйста... Хорошо... Ну что, друзья... Вы все видели сами... На самом деле... Такой простой автомобиль... Hyundai Creta... Но в моменте было так тяжело... И совсем не из-за того, что тяжело его найти... Как вы видите... Мы нашли еще лучший вариант... Прямо на коленках... Чем были выбраны... Я рад, что именно так все закончилось... Был момент, когда прямо вот... Опустошение пришло... Было тяжело... Но слава Богу... Все хорошо... И машину мы хорошую нашли... И та ситуация... Разрулилась... Ну мне кажется... Как и должна была... По-человечески... В общем... С вас обязательно комментарии... Лайки... Подписки... Если еще не подписаны... Обязательно подписывайтесь к нам в ВК... Видео выходят в ВК на сутки раньше... И... По крайней мере... Не тормозят... Не глючат... Также у нас есть... Автофак Трейд... Телеграм-канал... Где мы помогаем продавать автомобили наших подписчиков... Нашим подписчикам... Только через нашу диагностику... Также есть еще наш личный телеграм-канал... Тоже переходите... Подписывайтесь... В общем... Все ссылочки внизу... Спасибо, что досмотрели этот ролик... Всем вам удачи... И всем пока... Блин... Сегодня я устал... Поехали домой, Тём... Субтитры сделал DimaTorzok